Доброе утро, дорогие сестры! Очень рада вас приветствовать на нашем очередном уроке в цикле лекций «Третья дуа из Курана». По Аллаху, мы с вами уже изучили несколько дуа. Я надеюсь, что вы их заучили наизусть и применяете их на практике. Эти третя дуа взяты из Священного Курана, которые очень важны в применении нашей жизни. Оно полезно как и для нужд этой жизни, так и для награды той жизни. Обязательно заучивайте их, чтобы эти дуа не копились, чтобы каждый урок вы смогли до следующей недели за одну неделю заучить один дуа. Все дуа перед нами, и каждый раз мы увидим этот скрин, и сегодня у нас уже седьмой дуа по счёту. Седьмой дуа говорится тогда, когда мы просим прощения от грехов у Аллаха, и когда мы просим у Аллаха умертвить нас с праведными. Это дуа из семейства Алиямрана в 193 аяте. И это самая последняя дуа из этой суры. В дальнейшем, на следующем уроке, мы возьмём дуа уже из четвёртой суры Ани-Са, а дальше уже из седьмой суры и так далее. Это самые важные дуа, которые в самом Коране заключены. Они есть в самом Коране, которое было передано 1400 лет тому назад. Джабриль, алейсалям, был причиной этому. Он прекраснейший ангел, шестьсот крыльями, который был причиной всех откровений, всех книг священных от Аллаха ко всем пророкам. Будет мир над ними. И, конечно же, самый последний пророк, Мухаммад, салли Аллаху алейсалям, был, иншаллах, одним из тех, кто перенял у Джабриля, алейсалям, прекрасный Коран. Хвала Аллаху. И эта дуа читается именно не с начала этого аята. Мы, как видим, 193-й аят начинается Но мы дуа отсюда не начинаем, потому что тут идёт обращение к Аллаху вначале, как действие. А затем сама дуа начинается со слов Сейчас я выделю этот момент. Вот отсюда начинается. Господь наш, прости нам наши грехи, отпусти нам наши прегрешения и умертви нас вместе с благочестивыми. Так переводится этот аят и эта прекрасная дуа. Если мы обратимся к толкованию Абу Аделя, то он толкует и переводит эти строки, как «О Господь наш! Поистине мы слышали возглашающего пророка Мухаммада, салли Аллаху алейсалям». То есть тут речь идёт в этой суре как раз-таки о Мухаммаде, салли Аллаху алейсалям, который призывал к вере, призывал к иману. «Уверуйте Господа вашего!» Пророк, салли Аллаху алейсалям, призывал людей уверовать в Аллаха Единого. То есть эта история приходит от того момента, когда он ещё был жив, когда он пророчествовал «И мы уверовали истинной верой». То есть они говорят, люди, сподвижники, что они уверовали истинной верой и просят у Аллаха что? «О Господь наш! Прости же нам наши грехи и очисти нас от наших скверных деяний, отпусти наши прегрешения и упокой нас с благочестивыми». То есть присоедини нас к праведным. Толкование ассадии звучит «Господь наш!» Мы услышали глашатая Мухаммада, салли Аллаху алейсалям, который призывал к вере, уверуйте в вашего Господа. И мы уверовали «Господь наш! Прости нам наши грехи, отпусти нам наши прегрешения и умертви нас вместе с благочестивыми». Какие прекрасные дуа! Это самый главный дуа, не так ли, который мы должны делать каждый день, каждый день просить у Аллаха. «Дай, Аллах, чтобы мы были из этого числа, потому что мы услышали призыв Мухаммада, салли Аллаху алейсалям. Даже таким образом, не видя его, мы знаем, что он был, что он пророчествовал, и мы следуем за ним. И сколько людей следует за ним? Если посетить священные места, Мекку, Медину, Хадж, Умру, мы знаем, что там скапливается огромное количество людей. И там можно встретить любую нацию. И французов, и англичан, и американцев, и китайцев, и японцев, и филиппинцев, и казахов, и кыргызов, и россиян. Всех-всех-всех людей со всех уголков мира, которые говорят «Мы уверовали в Аллаха, мы верим во все столпы имана, и после этого мы просим у Аллаха простить нам наши грехи». Это самое главное, которое мы просим всегда у Аллаха, отпустить нам наши прегрешения и, конечно же, умертвить нас с праведными. Это очень важно, именно где мы будем лежать в могиле, именно с кем мы будем там лежать, потому что в могиле это продлится долголетиями. И важно, кто лежит рядом с нами. И если вы замечали, что могилы христиан отделяют от могил мусульман, потому что мы знаем, что есть мучение в могиле. Оно истинно. Аллах об этом говорит в Коране, в других сурах, в других аятах. Например, в Суре Ат-Така Суре он говорит, что есть жизнь в барзахе. Барзах — это жизнь в могиле. Альхамдулилях. И если мусульманин будет похоронен с праведными, и он будет воскрешён с праведными, и дай Аллах он будет в той жизни с праведными, это самое лучшее счастье и самое лучшее благо, которое может быть. Не так ли? Ибн Кассир толкует эти аяты, то есть слова Аллаха, которые мы видим в Сау, вначале «Раббана, иннана, самихна» и «Господь наш». Мы слышали призывающего, который звал к вере. Призывающего к вере. То есть речь идёт о постаника Аллаха, салли Аллаху ассалям, который сказал «Уверуйте в Господа вашего», и мы уверовали, то есть который говорит «Уверуйте в Господа вашего», и мы уверовали и последовали за ним. То есть не только уверовали, но и последовали за пророка Мухаммадом, салли Аллаху ассалям. А затем они попросили у Аллаха, Господь наш, прости же нам наши грехи за нашу веру и следований пророку. Прости же нам наши грехи, то есть скрой их. И очисти нас от наших скверных деяний, от тех, что касается нас и тебя. И упокой нас с праведными, воссоедини нас с праведными. Иншаллах, остаётся только посмотреть, что обозначает каждое слово. Мы на каждом уроке обращаемся к переводу каждого слова. А затем, как обычно, я буду несколько раз повторять. Возможно, когда я повторяю, вы можете себе транскрипцию это написать, если кто-то вообще не владеет арабским языком. Но это ещё один стимул изучить арабский язык, чтобы вы могли в правильном произношении это читать. Даже если у вас правильное произношение в плане букв, то, возможно, у вас могут быть какие-то ошибки в плане твёрдости, мягкости букв, каких-то переходов, каких-то моментов, на которые нужно обратить внимание по тачвиду. И поэтому важно правильно читать дуа. Потому что если мы одну голосовку поменяем или удвоим там, где нет удвоения, или наоборот, аннулируем удвоение, то это слово может изменить свой смысл. И, по сути, мы можем у Аллаха просить совсем не то, что мы хотели бы попросить. Это искажённое слово может поменять весь смысл нашего дуа. Поэтому очень важно правильно читать и выводить каждую букву и каждое слово. Этот аят, как мы видели в первых слайдах, имеет начинание с других слов. А тут у нас скрин только на дуа. То есть вот это «фа-аманна» — это уже конец того, что пророк Салли Аллах Лейсалям сказал. «Уверуйте в Аллаха». И затем мы уверовали. Мы тут видим такое слово «и затем мы уверовали». «Фа-аманна». А затем вот оно идёт дуа. «Раббана». Обычно мы с этого и начинаем все дуа. «Господь наш». То есть «прости же». «Ляна» — «нам». «Дзунубана» — «наши грехи». «Дзунубана» — «наши грехи». «Ва-кафир», то есть «удали». «Анна» — «от нас». «Сай-и-а-тина». «Наши скверные деяния». «Ва-та-ва-фана» — «и упокой нас». «Ма-а» — «с». «Аль-абрар» — «благочестивыми». «Праведными». Давайте ещё раз повторю, а вы внимательно слушайте. За мной повторяйте. «Раббана» — «фагфир ляна» — «зунубана» «ва-кафир» «анна» — «сай-и-а-тина» «ва-та-ва-фана» «ма-а-ль-абрар» Ещё раз. «Раббана» — «фагфир ляна» — «зунубана» «ва-кафир» «анна» — «сай-и-а-тина» «ва-кафир» «анна» — «сай-и-а-тина» «ва-та-ва-фана» «ма-а-ль-абрар» Я здесь сделаю остановку, потому что иногда бывает так, что дыхания не хватает, мы можем остановиться в середине аята, а затем вернуться по смыслу «я вернулась на ад». Можно и читать это как обычная речь без особого такого чтения, как чтение Кур'ана, как дуа применять. «Раббана» — «фагфир ляна» — «зунубана» «ва-кафир» «анна» — «сай-и-а-тина» «ва-та-ва-фана» «ма-а-ль-абрар» Еще раз таким темпом повторю, как дуа. «Раббана» — «фагфир ляна» — «зунубана» «ва-кафир» «анна» — «сай-и-а-тина» «ва-та-ва-фана» 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 «ма-а-ль-абрар» «Аль-хамду-ли-ля», дорогие сестры, вот в нашу копилочку еще один дуа, который пригодится в нашей жизни. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать в чате, используйте чат. Я немножко подожду вас минуту, если есть вопросы. Если нет вопросов, то, иншаллах, да, ваджа-заганал-харен, дорогие сестры, мы на этом, иншаллах, завершаем и этот цикл сегодняшний. Я надеюсь, что эта дуа будет очень полезна еще одной пользой вашу копилочку. Пусть Аллах, субхану а-та-аля, примет каждый наш шаг на его пути. Пусть Аллах сделает наш путь истинным, чтобы действительно Аллах нас простил, наши грехи и наши прегрешения, все наши упущения и умертвил нас с праведными, с благочестивыми. Субхану а-каллаху а-ми-хамдик, а-шхаду а-ля-и-ля-н-та-ста-у-фри-укава-туби-илейх, а-ссаляму а-каллаху а-ра-хматуллаху кобаракату. дорогие сестры. Алейкум ассаляму. Алейкум ассаляму. Благодарю.